здравствуйте сегодня начну с похвастушек в моем саду пополнение это растение называется хоя компакта совершенно не похожа на всех своих сестер хой у нее вот такие очень плотно сидящие витые листья вот и у меня теперь есть вот такой черенок уже с корнями этот черенок я сегодня посажу сначала подготовим землю я прочитала в интернете на эту тему все что было возможно то есть я уже теоретически подготовилась советуют садить хою в землю для орхидей и фактически это значит что это должна быть очень рыхлая очень дышащая земля и добавлять туда сфагну по моему опыту содержание хой вот обычная хое ей расти практически все равно в чем у меня они были восковой плющ не сортовой какой-то я даже не знаю его видового названия и рос он совершенно хаотично и я с ним ничего не делала он все рос и рос это может быть особой капризой поэтому я подготовлюсь к ее посадке особо сделаю грунт на основе универсальной земли как я всегда беру теравита предварительно стерилизованные замоченный мог с фагном для себя постригу с фагном я собираю сама я обязательно обрабатываю отбредителей которые там могут быть и конечно же стоит почва смесь добавить разрыхлителей побольше в принципе они есть уже в этой земле перлит есть по крайней мере но те растения которые боятся залива а хоя безусловно одна из них она ничего не боится кроме залива поэтому разрыхлителей лишние не будут и я сделаю очень и очень легкую землю теперь можно и к делу возьму вот такой стаканчик он конечно уже имеет отверстия снизу насыплю дренаж сейчас я использую такую галечку аквариумную в принципе можно было бы использовать мелкий кромзит или даже кусочки пенопласта любого размера можно себе их накромсать вот ну у меня этого под рукой не оказалось поэтому пойдет галечка и землю шаманить особо никак не надо все это хоя по моему опыту с другими хоями сажаются на без проблем поскольку она сама мясистая и влаги у нее запас должен быть то я не буду ей делать тепличку на этот раз посмотрю до завтра все ли хорошо и если все хорошо то так она и останется сажу растения уже влажную землю она из пакета до это достается уже влажный но в случае кухой я еще немножко полью буквально несколько капель не столько для того чтобы добавить ей влажности сколько для того чтобы земля лучше прилегла корням теперь я отправлю ее на постоянное место вот такой мне новый житель и а и и и